Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим беспроводной Bluetooth датчик температуры и влажности для экосистемы умного дома Xiaomi от производителя ClearGress. О его возможностях и применении в Mi Home, а также о способе интеграции в Home Assistant я вам сегодня и расскажу. Модель ClearGress CGG1. Экран на электронных чернилах диаметр 55 мм. Интерфейс Bluetooth 5.0. Питание CR2430. Размер 74 на 14 мм. Вес 59 грамм. Поставляется устройство в коробке из белого картона с его фотографией на фронтальной стороне и параметрами сзади. Так как производитель не Xiaomi, принадлежность к экосистеме выдает надпись в коричневом треугольнике слева вверху. Она означает продукт коммерческой платформы экосистемы Xiaomi. Справа надпись о совместимости с умным домом Миндзя. Приступим к осмотру. Датчик в транспортировочном состоянии отключен от питания. Экран инвертирован. Белые символы на черном фоне. В комплекте датчик и подставка для крепления на стене. Датчик с подставкой соединяются при помощи магнитов. Подставка со стороны крепления к датчику имеет круглый выступ, который служит для его центрирования. На задней стороне кусок двустороннего скотча, предназначенный для крепления, например, на стене. Датчик имеет круглую форму и похож на своего Bluetooth тезку с LSD-экрана. Большую часть фронтальной поверхности занимает круглый экран. Внизу отверстие для датчика влажности. На задней стороне находится в верхней части выемка для установки на подставку. Внутри нее кнопка сопряжения и переключения режимов. Внизу откидывающаяся ножка, под которой находится батарейный отсек. Эти слайды демонстрируют, как датчик устанавливается на подставку. Это надо учитывать перед тем, как наклеивать ее на стену, так как есть риск случайно прикрепить ее не той стороной, а скотч держит очень крепко. Максимальный угол откидывания ножки почти 90 градусов. Под ней на корпусе находится круглая поворотная крышка батарейного отсека. Элемент питания CR2430. Для его установки необходимо снять защитную ленту. Ставим батарейку на место и закрываем отсек крышкой. Нужно убедиться, что она провернулась и держится надежно. После подачи питания кран переходит в рабочий режим. Белый фон, черные символы. В самом верху руна Bluetooth за уровень заряда. Верхняя половина экрана температура, а нижняя влажность. Если датчик не планируется крепить к стене, то он отлично стоит на своей ножке подставки. Устойчив даже при таком небольшом угле. Еще раз напомню про кнопку, которая находится сзади вверху и утоплена в паз. Короткое нажатие на нее переключает показания термометра датчика из градусов Цельсия, Фаренгейта и обратно. Сравнительно с круглым датчиком с LSD-экраном, герой обзора существенно больше. После того, как показания датчика устаканились, а оба датчика очень чуткие и моментально реагируют, даже когда берешь их в руки. Разница оказалась в 0,2 по температуре и 0,5% по влажности. Новый датчик с торца оказался примерно на 25% более тонким своего собрата по цеху. Чисто визуально он выглядит лучше из-за большего по размерам и более контрастного экрана. А это большой, прямоугольный климат датчик с часами. Его экран тоже выполнен по технологии электронных чернил. По температуре оба датчика тоже гуляют в пределах пары десятых градусов. Расхождение по влажности в пределах 1%. Это, кстати, наиболее часто встречающийся показатель при сравнении любых датчиков экосистемы. В этом сравнении мне больше нравится датчик с часами. Цена у них сопоставимая, причем герой обзора даже чаще дороже. Экраны одинаково хороши по контрастности, но прямоугольная версия имеет еще часы и больший экран. Хотя из-за габаритов не везде может вписаться в интерьер. После подачи питания приложения обнаруживает новый датчик и предлагает его установить. Для перевода в режим осинхронизации нужно зажать сзади кнопку. Далее нужно подождать пару минут, пока пройдет весь процесс. Обмен данными происходит по Bluetooth, он должен быть включен. После этого датчик появляется в общем списке устройств. У него имеется собственный плагин, который показывает текущее значение температуры и влажности. А в нижней части окна исторические данные в разрезе дня, недели и месяца. Со временем он будет накапливать статистику и рисовать графики изменений этих параметров. В настройках плагина ничего особенного нет, все стандартно. Например, можно вынести плагин сразу на рабочий стол, чтобы не запускать мехом. Тут же имеется обновление прошивки. Датчик может участвовать в автоматизациях как условие. Можно задавать параметры на пересечении заданных границ температуры и влажности, как на увеличение, так и на уменьшение от указанного значения. Но для связи с другими устройствами системы нужен Bluetooth шлюз. Этот датчик поддерживается всеми доступными мне для проверки шлюзами. Это и люстры, и часы с поддержкой Bluetooth mesh, и, что очень удобно, увлажнитель Smart Mi, который можно применить в тандеме с этим датчиком, и ничего дополнительно покупать не придется. Например, можно задать ряд условий, при которых увлажнитель будет включать более высокую скорость, а следовательно испарять больше влаги, если относительная влажность в помещении будет падать. Аналогично и наоборот, когда уровень влажности начнет подниматься, то увлажнитель будет уменьшать скорость, а при достижении нужного значения переключаться на автоматический режим работы. Для работы в Home Assistant, напрямую с сервером, Raspberry, Orange, Hadas, главное наличие бортового или USB адаптера Bluetooth. Я использую кастомный компонент Xiaomi BLE Monitor Sensor Platform. Он доступен в Haxx или для отдельной установки, ссылка в описании. Для установки вручную нужно переписать папку из репозитория в папку Custom Components к себе, в Haxx просто нажать и установить. В данный момент компонент поддерживает 5 типов Bluetooth устройств, включая и умные цветочные горшки, которые вообще мало где есть. Для активации компонента не нужно прописывать каждый датчик по отдельности, это прописывается один раз. После этой записи все обнаруженные датчики будут появляться автоматически. Все добавленные сенсоры будут иметь шаблонное название в домене Sensor. Все начинаются с Mi. Далее идет буква, обозначающая параметр, например, T для температуры или H для влажности, потом MAC адрес устройства. В атрибутах будет указана модель устройства. На этом слайде герой обзора CGG1. Аналогичный сенсор для круглого датчика с LSD-экраном. Стоит добавить то, что датчики могут появиться не сразу, особенно если находятся на удалении от сервера. Для датчика в растении имеются еще параметры фертильности почвы и уровня освещения. И что особенно радует, это поддержка умных цветочных горшков. Это довольно редкий гаджет, поэтому очень тяжело найти компонент, который будет с ними работать. К вышеперечисленному стоит добавить, что экран устройства не имеет подсветки, поэтому в темноте виден не будет. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok